здравствуйте дорогие друзья в эфире программа три книги на неделю сегодняшние наши три книги легко читаются иногда по форме иногда по содержанию но тем не менее они очень интересны давайте на них посмотрим эта книга из новых поступлений попала ко мне в тот смутный час когда от обеда уже тени нет а ужин еще не близко вот я начала читать она в новых поступлениях меня привлекла вот по оформлению называется мороженое гелата сочная палитра рецептов лучшего итальянского мороженого казалось бы у насчет зима вообще-то холодно и вообще не очень люблю сладкое и тем более мороженое ну так можно поесть ну не более того вот после нескольких страниц этой книги я поняла что мне приходится сглатывать слюну вот так вот потому что автор джейкоб кеннеди с одной н я так поняла что это лондонский ресторатор у него там какой-то ресторан bosco di lupo и он открыл желатерию смысле желатерия это марок кафе мороженое вот здесь в этой книге он рассказывает о трех видах итальянского мороженого это мороженое джелата это мороженое гранита и семифредо вот читая его в общем у него просто вот видимо я не знаю сошлось вот это вот страсть к еде и возможности о ней рассказывать вот поэтому я читала когда я чувствовала себя как помните в трех толстяках продавец шариков которые ужасаясь и восторгаясь летит в дворцовую кондитерскую то есть я поняла просто что я как как сирота просто потому что у меня нет вот в данный момент попробовать клубничного джелата с розовым перцем он его так описывает что я поняла что моя жизнь без клубничного джелата она просто пуста и не видно не видно вообще непонятно что я делаю вот там рецепты с печеной сливой с тыквой с строчателли с шоколадом там там чего только нету то есть если я вам зачитаю просто маленький такой маленький меню до семифредо с рикотто и грушей лимон и розмарин это все джелата орешки пини и семена фенхеля мятная строчателла рождественский пудинг и так далее то есть это невозможно читать это все сразу хочется готовить просто хочется купить мороженицу и готовить вот очень коварный человек очень бесчеловечная книга вот я думаю что если даже зимой она может так пробивать человека не склонного к сладкому то летом она просто вот вы что-то из нее да приготовите великолепные рецепты теперь вот я знаю что лучше вообще фисташки это фисташки из бронте они растут только на одной стороне вулкана этно и все остальные фисташки это бледная тень вот них просто вот если не попробовали фисташковое джелата вот с этими фисташками в общем-то ваша жизнь тоже то зря замечательная книга очень прям вот образец кулинарных книг которые вот я бы даже имела дома хотя не очень люблю готовить джейкоб кеннеди мороженое джелата сочная палитра рецептов лучшего итальянского мороженого следующая наша книга принадлежит перу автора чье само по себе имя уже синоним слова бестселлер наверняка его слышали даже люди которые в общем то ее не читали сидни шелдон это такой американский очень популярный сценарист автор романов и так далее вот у нас его очень плотно издавали в 90 и тогда же я с ним познакомилась вот еще был такой очень эта книга называется если наступит завтра еще был такой очень обаятельный сериал тоже начала 90-х годов вот по вот этой книге и может быть кто-то его смотрел сюжет здесь в общем-то простой трейси уитни молодая девушка у нее все хорошо она значит помолвлена с человеком из скажем так высших кругов общества вот но так получается что ее мать кончает жизнь самоубийством а потом она узнает что это получилось из-за того что ее фирму разорил ну в общем человек который специализируется на том что разоряет маленькие фирмы и забирает их себе трейси попыталась с ним как-то разобраться ее подставили жених от нее отказался получилось так что она попала в тюрьму там началась жесть вот но каким-то образом она при помощи удачи помощи других людей выбралась оттуда вот и после этого она во первых отомстила людям которые довели до смерти ее мать вот и своему жениху неверному тоже и и потом стала на путь международной аферистки до такого робин гуда которые избавляют от богатых людей от несомненно мешающих им бриллиантов полотен ван гога и прочих предметов роскоши вот сидни шелдон вообще пишет как сказать я в рецензиях встречалась вот некоторые писали ну вот его надо прочитать в молодости потому что потом не пойдет уже покажется что язык такой примитивный и так далее вы знаете основа начала ее читать и осмотрю ну да действительно вот видно вот этот вот это сценарное мастерство когда вот он просто выстраивает вот этот воронку в которую ты входишь как в кубики лего ну да вот там девушка вот у нее такие характеристики вот у нее там вот это вот начинается и потом ты заходишь в этот коридор а он начинает все круче и круче там вниз и ты уже потом несешься по вот этому серпантину сюжета ты просто вот не успеваешь следить он делает читателю интересно он делает читателю интересно вот на всем протяжении книги именно поэтому он считается по моему самым переводимым вообще автором да то есть вот человек умел вот это вот делать то есть он умел как писать сценарий да так и писать очень захватывающие книги а сама по себе книга тоже мне нравится как она заканчивается то есть маленький спойлер до что когда она решает завязать и в самолете на место рядом с ней приземляя но в смысле садится такой неприятный человек который она все время хотела ограбить но все время никак не получалось а вот теперь он здесь и такая закрытая концовка то есть завяжет ли она со своим ремеслом или все-таки еще устроить маленькую последнюю гастроль хорошая книга если не читали или даже если читали рекомендую перечитать сидни шелдон если наступит завтра наша третья книга на сегодня детская подростковая она называется соня из седьмого боя и анонсирована как трагедия в восьми уроках я автор алексей олейников и художник тимофей яржамбек алексей олейников он по профессии учитель но еще и писатель вот и он решил написать эту книгу как он сам говорил про обобщенного подростка но и от реально существовавшие девочки сони существующей которая у него училась вот здесь это очень интересный жанр во первых здесь художник он прям неотъемлемая часть книги он соавтор и без художника я бы эту рэп-поэму наверное читать ну не так бы захотела на организацию страниц вот на то как художник вот это все показывает я смотрела с жгучим чувством зависти потому что это нужно иметь очень гибкую структуру ума чтобы все вот это вот так показать это во первых во вторых из текста проступают настоящие подростки вот то есть я с удивлением потом читала рецензии что там разгорелись какие-то битвы что учителя там не с нет я не посоветую читать эту книгу она слишком депрессивная там такая вообще как-то наверное на что-то другое на что-то не то склонит подростков вот другие учителя говорили что в принципе это очень похоже на то что происходит школах да потому что учитывая то что это не просто ха ханьки на предмет там уроков физра история матиша и так далее это еще и про тему непохожести это еще про тему буллинга про тему вот тоски вот этой подростковой потому что несмотря на то что вот на полках мы можем видеть очень много цветных красивых книг которые называются веселые рассказы о школьной жизни наша библиотека не исключение тоже очень много вот на самом деле кто имел дело с подростками в общем то знает что бывают такие моменты особенно черные полгода такое психологическое понятие у подростков она может растягиваться и на год тоже когда человек усиленно растет у него все непонятно чего болит у него тоска это как вот пмс и депрессия где-то вот степень возведенную чуть ли не в десятую вот и в эти моменты подростки могут быть очень неприятными людьми вот но тем не менее у них внутри происходит большая внутренняя работа и вот эта книга для даже вот какого-то приблизительного понимания этой работы да и просто вот наслаждение как человек может вот вот надо на это вот под таким углом посмотреть она по-моему очень хороша вот следующая книга мне понравилась гораздо меньше вот из этой же серии а вот эта книга я прям вот ее рекомендую вам посмотреть если вы цените во первых отличное книжное оформление а во вторых хотите чуть-чуть но все-таки побывать под шкуре современного подростка потому что и школой подростковый возраст это нисколько не просто вот нифига не просто вот поэтому рекомендую соня из седьмого боя алексей олейников и напоследок маленький книжный совет он же лайфхак на сегодня он касается книжных рецензий потому что иногда книги люди выбирают по рецензиям но я советую вам прежде чем выбирать рецензии выбрать для себя рецензентов то есть я допустим есть у меня несколько людей вкусу которых я доверяю я считаю что у нас немного у нас не похожие вкусы и поэтому их рецензия будет иметь для меня вес вот а некоторые люди они могут написать что-то про книгу а я прекрасно понимаю что вот в книге я увидела лично совершенно другое и вот если бы я прочла вот эту рецензию этого человека я бы эту книгу в руки не взяла вот поэтому выбирайте рецензентов читайте рецензии читайте больше и увидимся на следующей неделе а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok